В детской школе искусств поселка Развилка, еще в старом здании, три года назад был создан проект «Рисуем музыку». Воспитанники художественного отделения писали картины, слушая произведения великих композиторов, после чего в конце года появлялись сборники с их работами. В рамках проекта уже вышли пьеса «Сверидова для детей» и сборник пьес Дмитрия Шостаковича. Как известно, 2017 год был провозглашен годом экологии в России. И новым сборником преподаватели хотели привить детям любовь к миру флоры и фауны. Ничего лучшего нам не пришло, как карнавал животных Синсанса. Музыка очень непростая, музыка очень образная, музыка неизвестная, потому что сам альбом, и когда сама музыка при жизни самого Камиля Синсанса, она не исполнялась ни разу. Кроме единственного произведения, которое знают, конечно, все, это наш замечательный лебедь. В этом году школа искусств въехала в новое здание, и теперь появилась возможность провести концерт-презентацию в современном обустроенном зале. Со всей ответственностью дети и их учителя готовились к выступлению. Трое детей у меня будут играть маленькие. С удовольствием готовились, и стихи читали, и будут слушать тоже с удовольствием всех остальных. Мы стараемся детей воспитывать так, чтобы они во время концерта слушали все внимательно, не уходили, не ходили, не бегали, чтобы приучались к музыке. Перед сценой были выставлены картины, написанные под музыку французского композитора. В концерте прозвучали не только композиции зоологической сюиты Синсанса «Карнавал животных», но и произведения других авторов. Дети читали стихи и играли на музыкальных инструментах. На флейте будут играть, на фортепиано будут играть, будут играть даже подготовишки, которые ходят на музыку совсем маленького возраста. Они будут играть на ксилофонах, на треугольниках. Мы готовились, рассказывали стихи, выходили, играя на фортепиано. Эти концерты нужны для везелья, для радости и просто показать свои маски. Также свои номера подготовило хореографическое отделение. В новом здании школы искусств появилось еще больше возможностей для творчества, и преподавательский состав вместе со своими воспитанниками не собираются останавливаться на достигнутом. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Дмитрий Книга. 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 Продолжение следует...